Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня я хотела бы подвести косметические итоги прошлого года. Буду показывать, буду рассказывать и, конечно же, нахваливать все самое лучшее, что открыла для себя в прошлом году. Так как это первое видео, которое я снимаю в 2021 году, я хотела бы поздравить вас с Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, стабильности и, конечно же, нормальной жизни без ограничений. Сегодня речь пойдет о декоративной косметике и будет еще отдельный ролик об уходе, который я сниму, наверное, через несколько дней. Ну что, поехали! Наша первая категория – это тональные средства. У меня к вам также будет небольшая просьба. Пожалуйста, напишите, что вам нравилось в прошлом году. Возможно, ваши прошлогодние фавориты станут для меня открытием этого Нового года. Из разных категорий, вот что хотите из декоративки, порекомендуйте мне. Обязательно проверю комментарии и прикуплю что-нибудь новенького в свою косметичку. Тональные средства, которые я чаще всего наношу в такой реальной жизни, вне камеры, когда мне хочется выровнять оттенок кожи, выглядеть более отдохнувшей и распределить это максимально быстро при помощи пальцев. И также эти средства я спокойно наношу и под глаза. Первый из них вы наверняка уже знаете. Это BB-крем от Эрбариан. Многие его попробовали, успели полюбить, но я открыла его для себя только в прошлом году. Это у меня конкретно BB-крем. У них есть еще CC. Он также классный, но это дает больше покрытия. И летом, когда я реже использую пудру, мне нравился именно он, потому что он и увлажняющий, и не требует закрепления. На мне он очень хорошо держится. И в летнее время года, когда я была более загорелой, я использовала самый темный оттенок, а потом докупила себе миниатюру. Вот сейчас она в светлом цвете, хорошо мне подходит, или иногда я их миксую. И второй любимец на каждый день это Бэр Минералс. И не тональное средство, и не BB-крем. Это что-то такое интересное, как гель-крем. Он так и называется. С SPF 30 и здесь еще и минеральные фильтры. У меня оттенок 0,5. Несмотря на то, что он такой загорелый, вот летом прям идеально. Но сейчас он хорошо адаптируется, поэтому я использую его даже зимой, когда я гораздо светлее, чем обычно. Нравится за простоту использования, за то, что он не доставляет никаких проблем. Он всегда ровно ложится, не оставляет разводов, каких-то полосок, не подчеркивает шелушения. Если сравнивать с Эрбариан, то Эрбариан поплотнее. Этот все-таки такой полупрозрачный на коже, и он оставляет сияющий влажный финиш. Как будто вы смешали ваш увлажняющий крем с тональным средством. Вот что-то такое. Теперь тональное средство, которое я использовала тогда, когда наносила полный макияж, когда там и консилер, и румяна, бронзер, подкрашивала глаза. Объясню почему. Это тон от марки Estee Lauder. Это запуск прошлого года. То ли обновленный футурист, то ли что-то совершенно новое. Я так и не поняла. Это тональное средство, которое, во-первых, дает хорошую плотность покрытия. Мне этого достаточно даже для видеосъемки, или тогда, когда нужно, вот прям, знаете, на праздник отправиться, и на свадьбу я им красилась. У меня он, кстати, в двух оттенках, настолько сильно он мне полюбился. В общем, это средство и застывающее, он очень здорово держится. И при этом он увлажняющий и дает сияющий финиш. Здесь также присутствует SPF 45, что делает его вот хорошим вариантом для повседневного использования. С одним небольшим но, которое я готова озвучить вот в конце года, когда я поносила его в разные сезоны. Если у вас сухая и очень обезвоженная кожа, если прям есть шелушинки, если вы используете пилинги кислотные или ретинол, и утром вы просыпаетесь и видите, что какая-то кожа более сухая, чем обычно, под него стоит нанести какую-то маслянистую сыворотку или увлажняющую базу. Поэтому я не говорю пока своему тону от Shiseido, который никогда не ляжет вот как-то неровно, который даже шелушинки сглаживает, и он более увлажняющий, и тон от Shiseido у меня получается нанести более тонким слоем. То есть, когда я вижу, что коже нужно больше покрытия, я выбираю этот тон. И я сейчас не могу выбрать один из них, оба очень сильно люблю. И тот и другой у меня в двух вариантах, то есть, когда я более загорелая, когда я совсем бледная, оба очень сильно нравятся, и пожалуйста, не заставляйте меня выбирать. Если прям сухая возрастная кожа и легче покрытие, то этот. Если что-то супер универсальное, застывающее с сияющим финишем, с увлажняющей такой текстурой, то тогда Estee Lauder. Базами под макияж я особо не пользуюсь. Мне захотелось вернуться к сияющей, увлажняющей базе от Heimish с SPF 50. Но такое универсальное средство, которое я использовала иногда или под тон, или подмешивала в тон, или в качестве жидкого хайлайтера, это такой сияющий фильтр от Charlotte Tilbury. У меня он в оттенке 2, он слегка желтоватый, но я могу им пользоваться в любое время года. Причем это умеренное свечение, без единой частички. Это вот просто как перелив на кожу в таком красивом, роскошном стиле. То есть это не прям хайлайтер, который увидят все, и нужно будет одевать очки, чтобы вы не ослепили кого-то. Нет, мне сейчас нравятся очень нежные хайлайтеры, которые бликуют так, будто это у вас такая красивая, увлажненная, здоровая кожа. И это средство от Charlotte Tilbury с модным нынче аппликатором Jumbo дает мне такой эффект, как я люблю. Это средство напоминает мне сияющую базу от Becky. Becky все-таки сияет чуть-чуть более интенсивно. И если вы хотели попробовать, то вот мне нравилось, не могу не упомянуть. Консилер, который был со мной чаще всего в прошлом году, это Dior. И я боялась, что сейчас он будет для меня слишком желтым, потому что у меня оттенок 1W. Но вы знаете, это такой товарищ, который даже сейчас вполне себе хорошо. Мне не хочется его чем-то разбавить. И я обещала себе не упоминать слишком много средств с прошлого года. Но вот на каждый день я использовала или BB крем, или вот это средство от Bare Minerals. А если хотелось чуть больше что-то перекрыть, то все-таки в повседневной жизни я наносила корректор-консилер от марки Evelyn. А это штука для такого макияжа, когда полностью крашусь, как я сказала. Это тоже универсальная вещь с таким же аппликатором. Я не знаю, почему многие средства сейчас подтекают. Скажите, у вас тоже так? В общем, у него увлажняющая текстура. Он менее перекрывающий, чем Tarte Shape Tape или Too Faced с таким же большим спонжем. Он вот знаете, в сам раз и хорошо освежает лицо, и при этом не перегружает и не пересушивает, что самое главное. За это он мне нравился. И поэтому он, конечно же, остается и на этот год. У него минимальный расход. Вы также можете наносить его и на все лицо, если вам нужно как-то сильно ограничить свою косметичку или подмешивать небольшое количество для более плотного покрытия в какой-то легкий тон или в увлажняющий крем. И вот как раз за универсальность, за большое количество способов, которыми вы можете использовать это средство, хочется очень сильно его похвалить. И да, вы наверняка спросите в морщинки какие-то мимические. Он у меня не западает, так что это фаворитище. В прошлом году я прям сильно изменила только не мужу, слава богу, а пудре под глаза, которую я наносила на протяжении нескольких лет. Это прозрачная пудра от Too Faced. И я использовала под глаза и также на Т-зону. И потом, просто ради интереса и на пробу, я всегда, вы знаете, выискиваю какие-то бюджетные альтернативы, я взяла пудру от Wet n Wild. И оказалось, что это практически такое же средство с одним классным бонусом в виде разглаживающего эффекта. То есть, эта пудра как бы блюрит область под глазами. И я все так же наношу ее еще на Т-зону для того, чтобы лицо не сильно блестело, особенно во время видеосъемки. Но сказав все это, я все же не могу вас не предупредить. Эта пудра имеет желтоватый оттенок. Если Too Faced, она все же более прозрачная на коже, то это может давать слегка теплый оттенок. Но не настолько, чтобы там я ходила с оранжевыми пятнами под глазами. Сейчас эта пудра тоже на мне. Но вы знаете, если вы очень светленькая девушка, то все же этот вариант не для вас. Эта пудра классно на мне выглядела. И тогда, когда опять же я была загорелой и сейчас зимой с любыми консилерами ничего не скатывается и наношу всегда в умеренном количестве, чтобы не пересушивать область под глазами. А так это восхитительное бюджетное средство. Конечно же шлифовочная пудра, которая придает невероятное сияние, которая сглаживает все какие-то несовершенства макияжа. И просто вот она действительно топ. Как говорится, это Hourglass. Я безумно рада, что я заказала себе наконец-то свой оттенок, который закончился у меня в палетке. Эта пудра дает дополнительное покрытие. Это уже оттеночная пудра, то есть я бы советовала подбирать нужный конкретно вам цвет. У меня это Luminous Light. Вы не поверите, но в этом году я очень-очень мало пользовалась именно контурирующими средствами. У меня все еще есть остатки скульптора-бронзера от Makeup Forever. Показывала вам в одном из последних влогов делала макияж. И что касается прессованных форматов, то я даже ничего не покупала из новинок, старинок. У меня есть палетка от Smashbox, и если ситуация этого требует, то я добавляю скульптор оттуда. И вот то, что я покупала в прошлом году, это контурирующий стик от марки Rihanna, это Fenty Beauty в оттенке Amber. Записываю со второго дубля, поэтому свой уже нанесен. В общем, очень удачный оттенок, серо-коричневый, при том, что это как бы кремовый скульптор, он не жирный и также он не тугой, то есть он хорошо распределяется и без проблем растушевывается, не застывает вот прям быстро. В любой непонятной ситуации он все равно растушуется, дружит со всеми тональными средствами, хорошо держится и выглядит естественно. Я сейчас за естественный макияж, а не за то, чтобы полностью перекроить свои черты лица. Так что да, это однозначно такое открытие прошлого года. Если любите кремовое контурирование, то присмотритесь. Также в прошлом году я приобретала себе кремовый бронзер от марки Huda Beauty. У меня самый светлый оттенок Fair. Здесь нужно прям сосредоточиться, выбрать правильную кисть, чтобы не слишком обширно нанести, чтобы не переборщить, обязательно снять на руку, но тем не менее это наверное лучший кремовый бронзер, который есть в моей коллекции, который я пробовала. Это средство в упаковке кажется довольно светлым и безобидным, но поверьте мне, что можно так ярко нанести вообще все, что создает Huda, это очень ярко, это очень интенсивно, это вот прям чтобы накраситься от души, как говорится. Но тем не менее я приловчилась и мне нравится, и если нанести в небольшом количестве, то смотрится так, как будто вы просто более отдохнувшая, как будто вы вернулись из отпуска, но при желании можно накрасить себе такое. Что же касается бронзеров попроще именно в использовании, то купила себе этот от Everline в оттенке 01, он мне настолько понравился, что я решила не приобретать повторно бронзер, который закончился от марки Becca. Это очень классный запеченный бронзер с сияющим финишем, но он не хайлайтер, он совершенно другой, он придает просто легкое свечение, то есть не видно, что вы прям себе полоску бронзовую накрасили, и у него хороший оттенок, он как печеньки такие поджаренные, то есть не рыжий, а именно более насыщенный песочный. Если вы искали бронзер именно с легким переливом, но без блесточек, и также если у вас светлый оттенок кожи, и все бронзеры на вас прям оранжевые, то гляньте этот, он стоит недорого, но мне он очень нравится, и сейчас, когда я крашусь, я хочу быть уверенной в своем результате, чтобы не было пятен, чтобы не переборщить, я всегда выбираю именно его. Теперь категория румян. Я уже не стану упоминать румяна от MAC и Estee Lauder, но они всегда будут в моей косметичке, это беспроигрышная вариант, все же у меня есть кое-что новое за прошлый год, и то, что хотелось бы вот прям сильно нахвалить. Во-первых, самый универсальный оттенок матовых румян, что вообще является редкостью конкретно в моем случае, и несмотря на то, что это матовые румяна, они не смотрятся меловыми, а как-то так ложатся на все оттенки кожи очень-очень естественно, и гармонично выглядят со всеми другими цветами, которые вы там накрасили на глаза или на губы, прям очень универсальная румяна в оттенке 40. Дальше тоже бюджетный вариант от Everline, к сожалению, упаковка уже так сильно потрепалась, но когда чем-то пользуешься, у меня и в случае люкса, и более бюджетной косметики, всегда так, это оттенок 01, красивый, не то чтобы пионовый, он персиково-розовый, хотя называется пионом, очень красивые сатиновые румяна, они и не матовые, прям плоские такие, а с легким, вот не хочется сказать, переливом, потому что этого многие боятся, эти румяна, они подчеркивают текстуру, они очень красивые, вот очень-очень, смотрятся как отблеск сатиновой ткани, и лицо с ними выглядит более здоровым, абсолютно не характерная мне история, это кремово, даже кремово-гелевые румяна от бренда Fenty Beauty, это тоже запуск прошлого года, и что касается текстуры, то я думаю, что вы не впервые видите у меня именно что-то такое более влажное в качестве румян, я иногда использую и помады, но оттенок, оттенок вырви глаз, вот такой барби-розовый, но чудесным образом, когда наносишь их спонжем, то они ложатся полупрозрачным цветом, и даже на губы с карандашом я использовала, то есть вот сейчас видите, я нанесла на руку прям обильно, и это не смотрится так же, как в упаковке, это конечно же плюс этих румян, потому что если такие румяна нанести плотным слоем на кожу, то это конечно получится караул, а так прям фреш на лице, и они застывают, тоже не передвигаются, и стойко держатся, и последнее, но не в этом видео, у нас еще впереди и средства для губ, и средства для бровей, и тени, но это даже не просто румяна, это скорее пудра румяна, и можно использовать только пудру, или только серединку, или смешивать, как зачастую делаю я, есть несколько минусов, у этого средства, это байтери, оттенок номер 3, априкат глу, во-первых, очень сильно пылит, прям очень сильно, если даже вытирать это, то постоянно все равно эта пудра выглядит вот так, пудра румяна, и второе, это качество упаковки, вот хотелось бы чего-то посолиднее, то есть это легкая упаковка, какой-то такой самый обычный пластик, мне кажется, что за такую цену ты ожидаешь чего-то, прям берешь в руки и чувствуешь это, но если вы любите что-то носить с собой, или вы постоянно куда-то ездите, то, конечно, это облегчает вашу косметичку, но несмотря на какие-то там маленькие минусы, это очень красивая сияющая пудра, которая дает дополнительное покрытие и румяна в стиле Том Форд, персиковые, когда это все смешиваешь, что так красиво эта пудра зашлифовывает кожу, что это значит, вот есть сияющие текстуры, которые только бэнс, знаете, и сразу все подчеркнуто, каждое несовершенство, каждая морщинка, каждая там выпуклость и так далее, а здесь же наоборот, то есть, если что-то не дотушевало, пудрой зашлифовало и все становится мега гладким, наверное, за счет преломления света или отражения или того и другого все кажется более гладким, таким однородным и хорошо растушеванным. Давайте быстренько пройдемся по бровям, потому что у меня тут очень-очень скромно, я продолжаю пользоваться тем, что есть, а хотелось привнести что-то новое в этот ролик, в этот выпуск. В общем, два карандаша, которые делают макияж бровей очень быстро и естественно смотрятся и классные оттенки, не побоюсь этого слова, универсальные, потому что если вы любите брови посветлее, но вы шатенка, то гляньте, первый карандаш без крышечки, она беспросветно где-то потеряна, это люкс визаж в оттенке тауп, но это не такой прям серый тауп, это больше с такой оливковой ноткой, учтите это, и сегодня этим карандашом у меня прокрашены брови, здесь нет щеточки, но за такую цену, я думаю, что это простительно, и второй карандаш в похожем оттенке, это номер 001, пупа, оба карандаша выкручиваются, это ускоряет макияж, и вообще не нужна дополнительная точилка, и тоненькие карандаши имитируют волоски, поэтому можно все очень-очень натурально прокрасить, и здесь уже есть щеточка, я без щеточки не могу, я обычно крашу, и потом прочесываю для того, чтобы бровки были как мои, закрашиваю более такие лысые участки, и на этом, собственно, оформление бровей у меня сейчас заканчивается, если же у меня распущены волосы, вот чаще всего я еще добавляю прозрачный гель для бровей, потому что чулка падает, или как-то там что-то может мешать в этом брови, или опускаются, или вообще какой-то непонятный беспредел на лице, так что люблю их зафиксировать, но мне нравятся гели с суперсильной фиксацией, их пока что я встречала только три, несменный фаворит это Lancome прозрачный, второй это NYX, и третий это Belor Design, и вот если Lancome чуть более густой по своей текстуре, то эти два, которые я назвала NYX и Belor Design, они жидкие, и ими лучше там сто раз по бровям не возить, потому что они могут чуть-чуть как бы смазывать, наверное, то, что было нанесено заранее, то есть зафиксировали и все, они застывают и прекрасно держат брови на месте, так, чтобы они не передвигались, и Belor Design прям молодцы, это дешевое средство, но работает не хуже более дорогих аналогов. что у тебя на губах? Это, пожалуй, самый популярный вопрос, я не просто отвечу, а я повторюсь, потому что все эти средства вы уже много раз видели в моем инстаграме и здесь на канале. С большинством своих помад я использую карандаш от марки Pupa в четвертом оттенке, и сегодня тоже не исключение. Мало того, он у меня есть в нескольких экземплярах, у нас они довольно сложно доступны, поэтому если уж встречаю, то беру два, а то и три, они разложены у меня по всем сумкам и здесь тоже на туалетном столике, когда крашусь, там готовлюсь к видео, всегда сначала этот карандаш, а потом все остальное. Так что это любимец, наверное, навсегда. А чуть не забыла добавить, со второй стороны здесь находится спонж, который многие недооценивают, но чтобы карандаш смотрелся более естественно, вообще контур губ, я крашу карандаш и пока он еще не застыл, я подрастушевываю его и тогда получается эффект амбре, можно наносить какой-то сияющий блеск, в принципе, что вам там нравится. Так как большинство из нас все еще ходят в масках, многие вообще сейчас не красят губы, но мне нравится делать акцент на губы часто в макияже и также, когда я все-таки снимаю маску, у меня уже готовый макияж губ, ничего не смазывается, не растекается и даже несмотря на все то, что я сказала, я все равно открыла для себя в этом году именно увлажняющие текстуры, не самые стойкие. Но вначале давайте обсудим именно матовые помады. Первая, которая сейчас у меня на губах, это феноменальный оттенок от бренда Jeffree Star, называется он Christmas Cookie и у меня эта миниатюра уже подходит к концу, я сегодня еле-еле наскребала что-то там, чтобы накрасить губы. Я купила себе полноразмерную помаду в таком цвете и успешно ее потеряла. Теперь жду скидок в Дугласе. У нас этот бренд представлен именно там. В России и в Литуале эксклюзивно представлена эта марка, а в Украине нужно вылавливать на мейкапе. Что же касается помады из категории поярче, что-то понасыщеннее, но это не такая прям холодная, лиловая, как мне раньше нравилась от Sephora. Это очень интересный комплементарный оттенок, который смотрится очень-очень красиво на губах, если вам нравится что-то потемнее, чем нюд, и как пыльная роза с примесью чего-то лилового, но она не прям мертвецки холодная. Очень красивая, и я даже не знаю, почему я раньше обходила стороной жидкие матовые помады от Estee Lauder. Я купила ее на Абум, скажу вам, просто взяла, понравился цвет, но оказалось, что она, да, как каждая матовая помада, абсолютно все, она чуть ощущается на губах, но не то, чтобы пересушивала их и делала из них изюм. То есть, я могу сказать, что эти помады нормально ощущаются, нормально носятся, они не крошатся, они не скатываются, они не растекаются, не размазываются и красиво сходят. То есть, если съедается серединка, то можно спокойно продолжать ходить и не переживать, что что-то с вашим макияжем губ не так. И это помады, которые выдерживают легкий перекус. Конечно, если съедите что-то прям супер жирное, то останется только по контуру, но в основном я ношу эти помады, вот один раз в день накрасила и без каких-либо заморочек. Значит, помада от Estee Lauder у меня в оттенке 401, удобный аппликатор, ее также можно наносить и без карандаша, и оттенок, ну просто бомба. В прошлом году я также открыла для себя сияющие, увлажняющие блески, которые делают губы более объемными, и также это уход за губами, то есть, они еще и хорошо восстанавливают губы, предотвращают пересыхание, и очень долго губам комфортно, и даже когда там во второй половине дня мне хочется как-то увлажнение губы с матовой помадой, я добавляю одно из этих средств, которые я сейчас буду показывать. Во-первых, это все блески от Fenty, это у меня миниатюры из рождественской лимитки, было 4 мини-блеска, но больше всего мне нравится Fussy, он универсальный, нежно-розовый, но не прям такой, вы знаете, супер-розовый, он просто хорошо подчеркивает оттенок ваших губ, если нравится потеплее, там есть слегка для меня рыжеватый оттенок, поэтому, когда эти закончатся, я вернусь к своему любимцу, но эти тоже очень хорошие, если особенно увидите где-то на скидках 4 штучки, то советую присмотреться, красивые, классные, и уходовые свойства здесь такие же. Еще одна классная штучка от Eveline, у меня в четвертом оттенке, это Lip Maximizer, но я не замечала здесь вот какого-то жжения, чего-то, что может раздражать губы, и как бы делать их более насыщенными по оттенку, или как-то увеличивать, нет, это просто более плотный блеск для губ, как полулаковая помада с сияющими частичками, и с карандашом от Pupa, это был мой хит прошлого лета, очень люблю, тоже хорошо ухаживают за губами, и оттенок вот этот мне настолько понравился, я пересмотрела все остальные, когда покупала, выбрала этот, и пока что не нашла другой альтернативы, он у меня уже потихоньку заканчивается, и я вернусь именно к нему, это розовый блеск для губ, с золотистыми блесточками, но они вот не смотрятся отдельными частицами, на губах, а все как-то гармонично, и даже на свадьбу, когда я красилась, я выбрала именно его, еще одно средство от Evoline, он уже более прозрачный, он именно покалывающий такой, чуть-чуть ощущается на губах, но не слишком долго, если вам такое нравится, то тоже присмотритесь, это Oh My Lips и у меня с чили, есть еще и тот, который посветлее, но этот закончился, и я купила его повторно, красивый, нежный розовый оттенок, и вот кто бы что ни говорил, за счет вот этого покалывания, губы однозначно становятся ярче, я в прошлом году, в конце года, снимала собиралку, которая есть у меня в инстаграме, и я сначала нанесла вот этот блеск, чтобы увлажнить губы, и потом как-то неудачно его стерла, он попал вот здесь мне на подбородок, я засняла уже половину видео, и смотрю, думаю, что у меня тут такое розовое, потом я поняла, что это блеск сюда попал, если вы любительница острых ощущений, то советую попробовать, но наносите строго на губы, еще несколько карандашей для губ, тоже показывала вам, первый это бренд Chic, оттенок Monza, очень красивый, такой нюдовый, розовый, даже персиковый, он и сам по себе смотрится в качестве помады, если просто закрасить губы, очень-очень симпатично, тоже ко многим макияжам, если даже накрасить ресницы, только этот карандаш будет уже красиво, очень освежает, и тоже гармонично будет выглядеть с другими помадами, и карандаши от марки Beauty Bomb, они гелевые, помните, когда-то у Lamelle были хорошие карандаши, вы мне писали, что их сняли с производства, так вот, у меня эти карандаши закончились, и потом моя зрительница прислала мне их любезно, привет тебя большой, мне нравятся два оттенка, это 02, 02 холодный нюдовый, если вам как раз нужно скорректировать форму губ, как мне, но вы не готовы, и не собираетесь что-то там подкалывать, это не моя история, я как бы не против, но я думаю, что ни в ближайшем будущем, ни через 5-10 лет я на это не решусь, в общем, дорисовываю себе миллиметр в подарок, и все прекрасно, еще один цвет, 03, в стиле таких люксовых помад, холодный, я его даже сравнивала с помадой Bukhara от Nars, невероятно красивый оттенок, этими карандашами вы можете спокойно заполнять все губы, использовать как стойкую матовую помаду, потому что они застывают, и тоже не смазываются, не передвигаются, и прекрасно держатся, глазам, в одном из видео, которое я снимала, там шла речь о фаворитах, вообще отсутствовали туши, у меня тогда не было настроения говорить о тушах, потому что ресницы у меня были в очень плохом состоянии, им требовалось восстановление, чем я занималась с конца прошлого года, и сейчас все хорошо, вы спрашивали, это мои реснички, но мне в восстановлении помогла сыворотка, и я вам скажу абсолютно точно, что в этом году больше не будет ламинирования и других экспериментов с ресницами, потому что я заметила, что все-таки их состояние ухудшается, так что я буду довольствоваться хорошими тушами, и открытие прошлого года это тушь Вариетем, я была одной из первых, наверное, на ютуб, кто заговорил о ней, и многим она подошла и понравилась, да, она чем-то напоминает Кабаре от Вивен Сабо, но у них разные щеточки, хотя визуально они якобы похожи, вот это менее колючая, и у той и у другой мне нравится текстура, кстати, мне показалось, что тушь от Эволайн не сужит дольше, то есть она дольше сохраняет свою кремовую текстуру, она не осыпается, не размазывается, я вообще, в принципе, фанат туши от Эволайн, именно силиконовой щеточкой, это очень красивое разделение, это хороший объем, это прокрашивание прям от корней до самых кончиков, и то, что я всегда могу на нее рассчитывать, она не под глазами не останется, не на верхних веках, поэтому я очень часто покупаю сама эти туши, несмотря на то, что мне периодически присылают новинки, многое, даже, наверное, все, что я показывала от Эволайн в этом ролике, я приобретала сама, если у вас вдруг есть сомнения на этот счет. Ну и прессованные тени в самом конце, многие из них я показывала в действии, что-то уже столько раз нахваливала, столько раз рассказывала обо всех тонкостях, и скажу одно, что марка Наташа Динона, именно в плане теней, влюбила меня в себя, здесь у меня, помимо вот этих двух рефилов, собраны разные рефилы теней от бренда Наташа Динона из разных палеток, но моя самая любимая в номере 2, именно Ею Яна Крашена, это большая пятерка, и вот каждый из них настолько здорово, как мне кажется, мне подходит, они беспроблемные, они не осыпаются, и также мне нравится Глэм, большая, которую она тоже выпустила в прошлом году, здесь у меня еще есть некоторые оттенки из палетки Кэммл, но без нее я могла бы обойтись, вот взяла бы в номере 2 и Глэм, или же вариант поскромнее, это вторая палетка, конечно же, и вот такая мини-глэм, они отличаются, вот эта маленькая и большая, потому что в руках у меня мини-глэм, но она настолько удачная, вообще тени от Наташи Динона, о которых я говорю, они у меня не осыпаются, они хорошо тушуются, у них классная пигментация, красивые, вот не банальные цвета, и все вместе можно миксовать по-разному, и вот такой маленькой палеткой вы сможете сделать и смоуки айс, и оливковый макияж, и повседневный, и просто прорисовать складку века, вот что ваша душа пожелает, или классический макияж, типа как у меня, но в других оттенках, в общем, очень удачная, и я ни капельки не жалею, что я их приобретала, также хочется выделить тени от Анастасии Беверли Хиллс, у меня вообще розовая палетка, более любимая, но сейчас взяла ее подружка на пробу, и я от многого избавилась в конце года, но эти палетки я все-таки оставила, и вы знаете, у них очень хорошая пигментация, классные, насыщенные цвета, просто подбирайте ту гамму оттенков, которую вы будете использовать, и чтобы это все лежало мертвым грузом, так можно сказать о каждом бренде, но у Анастасии Беверли Хиллс сейчас есть много разных палеток, и выбирайте ту, которая вам больше по душе, не могу сказать, что это прям must have для всех, но очень классная формула, я попробовала в прошлом году эти тени, и где-то 7 оттенков, мне прям нравится, я часто тоже ими пользовалась, это Blood Sugar от Jeffree Star, вот такая большая палетка, она очень громоздкая, но все равно выглядит прикольно и очень оригинально, мне нравятся матовые, и вы знаете, они вот отличаются от всех остальных, у них и пигментация на уровне, и тушуются, они так как-то, не знаю, по-другому, и всегда макияж получается удачным, и они вот совсем не осыпаются, они даже не особо пылят как-то в упаковке, я не буду, наверное, покупать какие-то другие палетки от Jeffree Star, но эту я не хочу никому отдавать, и когда есть настроение накраситься поярче, то я беру ее, хотя в этой палетке есть и базовые оттенки, если вы любительница чего-то такого экстремально яркого, и при этом вам нужны тоже и базовые цвета, то обратите внимание, и я уверена, что вам понравится качество конкретно в этой палетке, тоже хвалила я палетку рубиновый гламур от марки Evelyn, сейчас у них вышли еще новые, которые пока что не появились в Украине и в России, о них мы будем разговаривать в этом году, буду их пробовать, но это помогает мне создавать настолько красивые, гламурные, женственные, нарядные, повседневные макияжи, очень они беспроблемные, эта палетка пахнет, но я как-то настолько привыкла, что меня этот аромат вообще не смущает, наоборот приятно, открываешь и знаешь, какая палетка у тебя в руках, и здесь есть такие оттенки розоватые, которые помогают мне подчеркнуть оттенок глаз, здесь хорошее зеркало, и толковая кисть, которую можно выполнить любой макияж, сияющие тени из этой палетки, я набирала пальцем, в остальном, я могу только порекомендовать, у них отличные палетки вот такого формата, а это часть видео для самых стойких и для тех, кто заинтересован в кисточках, правда, одну из них я так и не смогла найти, я боюсь, что я красилась где-то в другом месте, и иногда что-то как занесу, потом могу искать неделями, поэтому простите мне, но тоже вспомню о ней, значит, первое, это, конечно же, спонж, то, без чего я не могу обойтись, я настолько привыкла распределять консилер под глазами при помощи спонжа, потому что он убирает излишки, он очень хорошо все растушевывает, и когда я использую кисточку, то чаще всего у меня консилер западает в складочки, в какие-то мимические морщинки, а когда растушевываю спонжем, то все гораздо лучше держится, и нет пирога слоеного под глазами, это у меня спонж от марки Ибра, это польский бренд, но если заморочиться, я тоже гляну, есть ли на мейкапе, я оставлю вам все ссылки внизу, спонж супер мягкий, он ничем не уступает бьюти-блендеру, он еще и не такой проглот, и эти спонжи очень живучие, за прошлый год у меня ушло два таких спонжика, точнее этот еще вполне себе как новый, что касается кисточек, то у бренда Сенсейшн Косметикс есть хороший набор, настолько универсальная кисть, я могла ее сделать все, что угодно, то есть нанести и пудру под глаза, и хайлайтер, и румяна, и что-то дорастушевать, и тени здесь вот во внешнем уголке глаза, тоже как-то растянуть красиво, она очень мягкая, и она набирает нужное количество средства, и никогда я с ней не переборщила, никогда не было вот негативного результата, который может раздражать, и еще в этом же наборе есть моя любимая кисть для теней, которую можно сделать весь макияж, я не уверена, что она продается отдельно, но я постараюсь поискать и уточнить в инфобоксе, Сенсейшн Косметикс, тоже натуральная, и тон от Estee Lauder, мне также нравилось наносить кистью, на удивление, из набора Сенсейшн, тоже натуральная кисть, и так ровненько все, и как-то меньше в поры все западает, прям классно, мне понравился сам набор, каждая кисть у меня была в использовании, для бровей, чаще всего, когда я пользовалась тенями для бровей, или помадками, о помадках я забыла вспомнить, ну ладно, я так о них много раз рассказывала, в общем кисточка супер бюджетная, это бренд Reluie, линейка Pro, не знаю есть ли у них обычная, но вот такая кисть, с одной стороны просто кисточка для того, чтобы наносить средства на брови, а со второй, чтобы расчесывать и растушевывать, и сколько раз я ее мыла, вы себе не представляете, и ничего не развалилось, не расклеилось, поэтому бюджетная кисть, но очень прочная оказалась, помимо кисточки для глаз от Сенсейшн, также использовала многие другие на самом деле, но открытие прошлого года, это бренд Hulu, у нас эти кисти продаются даже в стационарном магазине, именно там я их приобретала, это польский бренд, и у меня кисточки из натурального ворса, тоже универсальная кисть, хоть базу нанеси, хоть основной оттенок, может что-то растушевать, и уголок глаза, и растянуть, и, короче, просто более универсальных кисточек, чем Сенсейшн, она, правда, побольше, и вот эта Hulu Pro 45, у меня, пожалуй, даже нет в косметичке, она мягкая, она очень хорошо набирает тени, и растушевывает их, чего можно хотеть, и также после помывки, она нормально выглядит, я ее сегодня сушила без ничего, даже без вот этой специальной штуки, они до сих пор беленькие, пушистенькие, буквально как новые, на этом у меня все, я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро!